Сегодня тема. Добрый день, Виктория. Я немножко пораньше начала, чтобы была возможность присоединиться пораньше людям. Не знаю, как в пятницу, чем занимаются люди. Вот сейчас и посмотрим, кто придёт на эфир. Тема сегодня прямого эфира, первоэлементы. Конечно же, из науки ВАСТу в основном. Но в целом, из моего опыта и такого уже... В целом, даже не только из моего опыта, а и больше из человеческого опыта. Что есть первоэлементы, почему важно настраивать баланс первоэлементов внутри нашего пространства. И как это влияет. Насколько трудны эти коррекции или нетрудны. И, может быть, даже какие-то мифы развенчать получится во время эфира. Как пойдёт. Есть с чем поделиться. Подождём ещё. Хотя бы несколько человек присоединиться. Потому что, как всегда, все мои зрители смотрят меня в записи. Не знаю, специально или нет, но я почему-то всегда выбираю время такое, не самое рентабельное. Я выбираю время, когда мне комфортно, мне удобно, и я могу сама. И чаще всего обычно пишут, Юля, пожалуйста, сохрани эфир, мы потом посмотрим. Вот чтобы потом тоже состоялось, нужно, чтобы хотя бы несколько человек было. Потому что, когда есть зритель, участник дополнительный, то тогда появляется, ну то есть пространство, оно расширяется фактически. Есть у меня какой-то план. У меня нет особо плана. Я обычно из сердца как подойдёт, говорю, какой опыт есть, я им делюсь просто. Свои, так сказать, исследования, я обычно ими делюсь. Но тем не менее, когда есть зрители, они всегда помогают поднастроить эфир, добавить что-то новое, необычное, задать какой-то такой вопрос. Особенно неудобные вопросы я люблю. Буквально вчера на индивидуальном занятии, пока здесь люди присоединяются, я просто пять минут раньше начала. Был вопрос на втором модуле, вот по проектированию, который девушка, которая сейчас проходит обучение, индивидуально, она задала вопрос там один. У меня так включились мозги, честно скажу, чтобы понять. Потому что вопрос был достаточно глубокий, и часто даже в переведённых источниках по ВАСТу не всегда всё досконально объяснено. И даже больше скажу, особенно не объясняется почему-то. Вот есть как некий факт, выдаётся вот это так, вот это так. Вот это потому-то и кратенько, и вот отсюда следует это кратенько. А почему именно так? А как может быть по-другому? А что последовало тому, что вот стало так? Ну вот, поэтому приходится это исследовать уже самому в процессе практики, я думаю, практикующие консультанты и специалисты по ВАСТу и вообще по психологии пространства. Однозначно они, я вам скажу, исследователи ещё те, и очень замечательно, если они исследователи. Потому что исследовать надо, не всегда всё точно переведено, не всегда до нас дошёл первоисточник в своём изначальном виде, и поэтому где-то встречаются ошибки, где-то неточности. И эти ошибки неточности нужно исследовать. Вот я, например, стараюсь просто сердцем чувствовать. Вот чувствую, ну вот как будто не идёт. Наверняка у вас такое тоже было. И тогда начинаю размышлять, а где я подобное могу в этом мире увидеть, чтобы, как сказать, ну чтобы найти подтверждение, что этот вообще закон, он действительно существует, где-то он есть. Поэтому вот об этом сегодняшний эфир. Единственный человек отсоединился. Но всё равно, есть ещё 3 минутки, 3-5 минут. Посмотрим, как пойдёт. Всё равно я расскажу то, что я хотела рассказать, хотя бы с точки зрения вообще записи этого эфира. И повторюсь, я понимаю, время немножко не рентабельное, но тем не менее, это мне комфортное время. Я сейчас себя чувствую комфортно, и поэтому думаю, что эфир всё равно состоится. И то, что мне хочется донести, я обязательно донесу для вас. Вот надеюсь, что это кому-то важный ценный. В последнее время как-то так складывается, что многие моменты, связанные с той наукой, которую я сейчас изучаю, психологию пространства, включая вас, тушастра, и включая психологии как таковой, без интуитивного чувствования, ну, часто можно зайти прямо в тупик. Не знаю, вот что касается именно практики, да? Просто читаешь книжки, ну, иногда ты думаешь, ну, вот так написано, оно вот так и есть, и нормально-то не вызывает никаких там особых противоречий внутри. А когда ты изо дня в день это проверяешь на практике, и что-то начинает давать совершенно иные результаты, конечно думаешь, что-то здесь не так. Начинаешь по этому поводу переживать, искать много-много-много, перебирая информацию, а где-где есть подтверждение. Вот. И я пришла к выводу, что любая наука, вообще любая, она в большей степени интуитивная. Вопрос, что есть интуиция, что я имею в виду, да, это прислушиваться на самом деле к сердцу. Если, а я верю в это, если предположить, что внутри нас есть всё знание, то в определённый момент, когда мы находимся в контакте с собой, это знание, оно реально будет проявляться. Вот. И об этом я сегодня хотела, и надеюсь, это всё произойдёт, сделать эфир именно в контексте интуитивного басту, включая конкретных первоэлементов, вот, заявленная тема. поэтому, надеюсь, всё пройдёт наилучшим образом. Первый элемент, и, конечно, это такой, как сказать, такая тема очень глубокая, и можно сделать вообще целый цикл, конечно, прямых эфиров, насколько я смотрю информацию в интернете, в свободном доступе которой информация, да, чаще всего огромное внимание уделяется именно планетам, секторам планет, потому как планеты, они отвечают за назначение помещений, за характеристики секторов, да, такие основные, глобальные, за значение главного входа, тоже отвечают планеты, за планеты, отвечают, за помещения, а, за цвета, да, и поэтому это очень популярно в древней архитектуре, ну, в ключе, да, вот конкретно Васту, которая сейчас стала популярной, это очень, ну, удобно, и эта информация всегда в доступе, всегда же интересно, а как благоприятно покрасить, например, тот или иной сектор, да, чтобы это ещё и для здоровья было полезно, это и улучшило отношения, это и к деньгам как-то имело хорошее отношение, то есть, ну, это понятно, а вот что, что есть первые элементы, ну, не все, не все понимают, насколько они имеют важное значение для создания вот именно комфортной, с точки зрения эмоциональной и физической, комфортной среды обитания для человека, и вот честно вам скажу, я сейчас понимаю, что у участников немного, Лариса, привет, но я пишу специально, с небольшим даже количеством участников всегда пишу специальный эфир, потому что в записи будут смотреть достаточное количество людей, вот, поэтому я всё равно его пишу. Сейчас. И тогда получается, что нужно понять, а что за первые элементы такие, зачем они нужны, в чём их идея, зачем их гармонизировать, как они помогут мне стать счастливее, и что это за элементы такие, которым в ВАЗа, ключевое, в традиционной науке ВАЗу уделяется достаточно большое место и значение, вот. Добрый вечер, ждём ещё присоединившийся. Сегодня я понимаю, что участников будет немного, но ещё раз повторюсь, я делаю запись эфира для тех, кто попросил его посмотреть в записи. Вот. Тема первые элементы. Я как раз немножечко уже делаю подводку, кто присоединился. Добрый вечер. Ага. Тоже рада видеть. Вот. Один человек это уже зритель. Сейчас только что было не одного. Вот. Я рассказывала о том, что, что же за такие элементы, первые элементы, которым в классической науке ВАСТу уделяется достаточно внимания. И, так как я уже сказала, что ВАСТу, она больше интуитивная наука, ну вот, в моём восприятии на данный момент, то, естественно, что если рассмотреть первые элементы с точки зрения интуитивно, чувственно-интуитивного опыта, то вот как раз в этом ключе сегодня я и бы хотела рассказать про первые элементы. Если вы наберёте в интернете ВАСТу первые элементы, у вас будет информация достаточно объёмная, вот, и даже советами по коррекции и так далее. Но я хотела вам рассказать про первые элементы немножечко в другом ключе, более понятном. Вот как я провожу обучение, да, вот независимо это группа или индивидуальное обучение, это не суть важна. Стиль у меня плюс-минус всегда один. Вот. Я стараюсь приводить такие примеры или задавать уточняющие вопросы, чтобы поисследовать новую тему, которые однозначно и логически, и чувственным опытом мы можем подтвердить, то есть результат этого ответа, да, ну, то есть вопроса вернее. И как результат мы его чувственным образом можем подтвердить. Вот, например, когда говорят, что первый элемент там такой-то, он про то-то, и нужно так-то, так-то его организовать, и тогда будет вам счастье через запятую какое-то там, да. Ну, по опыту консультирования и, ну, обучение-то одно, там люди уже приходят реально изучать, а когда ты консультируешь, там особо, ну, люди не готовы вникать в суть, поэтому там им выдаёшь только то, что их касается конкретно, да. И я часто замечала, что там про планеты скажите, а как там, какие там комнаты где, а какую мебель как расставить, а какие цвета и так далее, люди это уже понимают, эта информация, на интернете очень много массово присутствует, что есть планеты, а первоэлементы, ну, как-то так воспринимаются всегда, ну, да, там водичку поставлю, там свесечку поставлю, ну, и ладно там. и нету такого чёткого понимания, а что есть первоэлементы, а зачем их вообще гармонизировать-то. Но если люди чуть-чуть знают о вас, то о психологии пространства, да, они могут плюс-минус сказать, ну, первоэлементы, это то, из чего состоит наше тело, это влияет наше психическое здоровье, на наше физическое здоровье, ну, возможно, влияет, возможно, не влияет, неизвестно, но так говорят во всяком случае. Как это влияет, не влияет, нужно, чтобы проверить, нужно прямо отключиться от всех остальных, чтобы точно проверить, от всех остальных практик, информационных вот этих вот потоков, от всего отключиться, чтобы не было привнесено ничего нового, да, и получается, что… Добрый вечер. Получается, что если так получится отключиться, то интуитивно мы с вами почувствуем, что есть первоэлементы, Вот отключиться от, допустим, от пожеланий для вашей судьбы астролога, психолога, архитектора, там, не знаю, мамы, папы, бабушки и так далее. Не совсем это получится, чтобы в чистом виде прочувствовать, что есть первые элементы и как они вообще повлияют на меня, если вдруг я там что-то в пространстве своём скорректирую. И вот именно сегодня я хочу как раз, ой, извиняюсь, я стол тут трясётся всё, именно сегодня как раз я и хотела рассказать интуитивное васту, интуитивные первые элементы, как их интуитивно почувствовать, значимость и ценность. Вот, например, ещё пока немножко ждём, хотя бы немножечко ещё людей, ну, будет два и будет два, и не будет ни одного, всё равно я эфир запишу и посмотрите потом записи. Если, например, про воду говорить, про воду известно многое, её полезно пить как можно чаще, мы уже что с вами знаем, да? Мы знаем, что лучше до обеда, до еды там за полчаса, 40 минут после еды или наоборот, ну, как-то так. Я сейчас не включаю рведы, буду, да, вот вам рассказывать. Я примерно говорю про воду, мы много что знаем вот в этом ключе, и до какой-то степени понятно, что этот первый элемент, он для тела полезен. Вот. Екатерина отправила запрос. Действительно запрос или это просто случайно нажалось на участие? Я, если включу, то вы сейчас появитесь здесь. Можем побеседовать вместе. Вот. То есть, получается, что свежий, про воздух, да, мы все знаем, что хорошо гулять на свежем воздухе, да, и так далее. Но что есть первые элементы в ключе пространства, где с вами живём, мы? Вот. Ну, я думаю, что я такие подводные всякие текстовочки уже сказала, нужно приступать. У меня нет особо никакого плана, у меня есть просто идея, чтобы, чем я хотела поделиться, поэтому вы можете своими вопросами или уточнениями внести корректировки, вот. Ну, если вы дотерпите. Итак, первые элементы. А первые элементы говорится, что... Светлана, добрый вечер. А первые элементы говорится, все, кто изучал до какой-то степени вас, или чуть-чуть хотя бы знают, помашу, если это тебе тоже, что это элементы, из которых вообще всё здесь в этом мире состоит, то есть можно любой объект взять, любой вообще, вплоть до искусственно созданных человеком, без разницы. И вы увидите, что там присутствует определённая пропорция разных первоэлементов. Но как понять ценности этих первоэлементов в ключе конкретно науки васту, вот в ключе пространства? Если вы вдруг в какой-то степени сталкивались с консультантами, и может быть... Ну, я не говорю о тех, кто изучал, здесь такие уже сейчас есть на эфире. Вы сталкивались, и вам говорили, что вот нужно сделать баланс первоэлементов, и нужно то-то, 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 то-то сделать. И будет замечательно, у вас всё классная энергия будет, ну и что? Ну и классная энергия, а что это? А про что это? И дай Бог, если вам повезло, и ваш консультант или человек, который начинает, может быть, только или давно практикует, объяснил вам ценность первоэлементов, и тогда вместо того, чтобы... Ну, свечечку поставлю, не вопрос, да? Вы чётко будете делать это с другим настроением. Я свечечку поставлю, ну, я поставлю свечечку там, куда надо, я скажу, да? Туда не потому, что мне Васту-консультант сказал, а потому, что я чётко понимаю, что мне это даст. И вот что мне это даст, об этом я сегодня и хочу рассказать. Вот именно с точки зрения интуитивного Васту. Интуитивное Васту — это как, ну, в моём ключе, да, что я имею в виду? Это интуитивно прочувствовать и про что это, и каждый из вас сейчас это почувствует. Ну, пусть там нас немного, но всё равно, да, какой-то уже эффект будет, не только я одна. И понять ценность и значимость для моей судьбы. А как так моя судьба-то поменяется из этих первых элементов? Ну, и что там? Какая-то водичка, какая-то земля, непонятно, там цветочек поставил. Ну, что там такого поменяется? Как? Есть разные способы научного исследования, есть разные способы, да? Я не буду сейчас бросаться там умными словами, там их разные виды есть. Я буду говорить по-простому. Допустим, есть логический путь, да? Логический путь говорит о том, что логически то-то-то-то, и получается, что, ну да, это важно. И вот логический путь — это один из которых сегодня у нас будет. Интуитивно это я вот чувствую, что, да, где-то это есть. И опытный вариант — это на опыте мы это точно уже много раз, ну, с этим сталкивались. И это будет для нас просто подтверждение. А, ну вот у меня и был опыт. Ну да, это так работает. Вот такие три момента мы возьмём. Итак, первоэлементы. Их пять. Кто знает — хорошо, кто не знает — узнает. Первый из них самый тонкий — это эфир. Второй, произошедший из эфира в происхождении первоэлементов, была тоже некоторая очерёдность. Один произошёл из другого. И, соответственно, ну, то есть есть логика происхождения. Эфир. Из эфира произошёл воздух. Следующий элемент тоже тонкий, но чуть-чуть грубее уже проявился. В котором присутствуют уже два элемента — воздух и эфир. Вот. Дальше проявился из воздуха огонь. В огне присутствуют уже три элемента — эфир, воздух и огонь. Ну, естественно, господствующим элементом является, конечно же, огонь. Вот. Из огня проявилась вода, первый элемент — вода. В нём присутствуют уже четыре элемента — эфир, воздух, огонь и вода. Ну, господствует, конечно же, вода. То есть это более сложный элемент. И самый сложный элемент, самый грубый — это первый элемент — земля. В земле присутствуют все элементы. Первый элемент — эфир, воздух, огонь, вода и сам земля непосредственно. Вот. Такие вот сложные элементы на самом деле. Наталья, добрый вечер. Эфир, сложные элементы, они составляют в определённых пропорциях наши с вами тела в первую очередь. Да, мы про себя будем говорить. Не будем мы там медведей рассматривать, деревья, дома, горы, реки. Мы будем говорить про нас. И в нашем теле каждый из вас знает, что есть проявлены эти первые элементы. Например, первый элемент — огонь. Как он проявляется в нашем теле? Наверняка вы все это знаете. Вам тоже. Первый элемент — огонь. Как проявлен в нашем теле? Если вы, ну, допустим, не знаете вас, то как бы вы предположили? Вот раз, и вы точно почувствовали, что этот элемент, он в теле присутствует, в чём-то. И как бы я там вас не переубеждала, вы всё равно это точно знаете. Он там есть. Если не сложно, ответьте хотя бы один-два ответа, чтобы посмотреть, в какую сторону вы размышляете. Как в нашем теле можно определить первый элемент — огонь. Как его увидеть, почувствовать? Есть ли он? Везде говорят, что наше тело состоит из первых элементов. Ну, а вдруг это неправда? Давайте будем исследовать, чтобы прийти к логической, ну, той идее, которую я в конце уже скажу. Мы к ней придём вместе. Какие есть версии? Ещё раз повторю вопрос. Сейчас мы исследуем тему первых элементов. А так ли всё есть, как говорится, да? Наше тело состоит из первых элементов, и они важны для структуры нашего тела, тонкого, физического, тра-та-та. Ну, окей. Давайте проверять. Как в нашем теле можно определить первый элемент — огонь? Есть он общий или нет? У вас он есть? У кого-нибудь? Как вы его там чувствуете, ощущаете, находите? Есть возможность ответить? Пальцы нажать. Одну букву, две, три. Я буду угадывать слово. Как в вашем теле можно определить, что есть огонь? Предположим, я вас обманываю сейчас. Первых элементов в теле нет огня. Это всё неправда в древних писаниях написано. Или неправда, как это перевели. Я сейчас вот именно в этом эфире предлагаю логически прочувствовать каждый элемент. И в конце, конечно, я вам предложу у себя дома вот этот баланс первоэлементов, во-первых, сделать обязательно, во-вторых, прочувствовать значимость. И фактически, пока вы там находите буквы, пишите, да, как у вас первый элемент проявлен, не стесняйтесь, напишите, пожалуйста, что вы слушаете, чтобы я видела. И в конце именно логически вы почувствуете, насколько значим баланс первоэлементов внутри нашего пространства. Важен и значим для нашего тонкого и физического тела. Вот когда вы это поймёте, я надеюсь, мы к этому придём. Когда вы это поймёте, когда вы этот баланс при помощи простых методов коррекции, о которых я в конце скажу, сделаете, вы на самом деле почувствуете, как в вашей жизни что-то начнёт изменяться внутри вас, как минимум, для начала. И как факт вовне. То есть нет у вас первоэлемента огня в теле ни у кого, только у меня. Ну, хоть что-то, какую-то версию. Как вы можете ощутить первый элемент огня в нашем теле? Может быть, нас обманывают, что наше тело состоит из пяти первоэлементов. Эфир, воздух, огонь, вода и земля. Вот сейчас конкретно огонь мы смотрим. Пищеварение, Свет. Так, огонь, пищеварение в груди. А что там в груди? Буду молчать, пока вы мне не пишете ответ. Огонь горит в груди. Ну, что там такое? Как, как, как... Допустим, я вам не верю, и вы мне не верите. А как вы можете сами, вот сейчас прям, сидя на ваших стульях, где вы там, на диванах, взять и почувствовать? Реально у вас есть огонь пищеварения. Ну, предположительно, мы понимаем, да? Ну, да, да. Как-то там говорят, что вот оно там переваривается за счет огня. В мыслях есть огонь. Да, но не ощутить, да? Это логически. В мыслях есть огонь. Мы логически размышляя, понимаем это, да? Но вот если интуитивно сейчас именно через тело попробовать почувствовать, я прям предлагаю, что температура тела, да? Да, как минимум мы можем четко определить сейчас. В нашем теле первый элемент. Мы не видим пищеварения, мы не видим там огонь. Мы с вами книжек начитались, мы очень умные, мы это знаем. Ну, руку туда внутрь в живот не засунешь, не пощупаешь. Но хирургам может быть проще, они могут это проверить. Но температура тела, мы точно знаем, она у нас не нулевая, ведь правильно? Ну, в идеале 36,6. Не в идеале, а в норме. Вот, может это и не идеал. Окей. Так, первый элемент огонь в нашем теле присутствует. Хорошо. Тогда получается, что если мы исключаем первый элемент огонь из нашего тела, то что у нас получается по итогу? Допустим, представляете, вот огонь у нас из тела мы убрали. Мы вот решили в нашем пространстве, в секторе огня, не должно быть огня, потому что там, ну, что-то, ну, есть там печка, есть там свечка. И суть важна. Ну, окей. Ну, убрали мы. Я всегда буду делать проекцию с пространством, потому что фактически наука властна, она всё-таки про пространство. В ключе человека, конечно, потому что важно, это значимая личность, это человек, всё для него же делается. Если убрать температуру огонь из нашего тела, то получается, нормально всё останется, никаких изменений не произойдёт. Как вы думаете? Не просто, мхатовские паузы выдерживаются. Ну, какую-то версию, одну-две хотя бы напишите. Ну, кто-то знает, напишите, кто знает. Свет, ты знаешь, напиши. Кто-то догадается. Кому-то я, ну, до определённой степени рассказывала это. Ну, во время консультации, например. Ладно. Да. 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 Понимаете? Это пока, мы идём пока простой логикой. Сейчас мы идём логикой через тело, а потом я вам предложу ещё логику через тонкое тело, тело эмоций. И вы тогда ещё больше, ну, поймёте ценность баланса первоэлементов в нашем мире, в нашем теле. И фактически, если мы внутрь нашего тела не можем там что-то, ну, внести, поменять, даже мы не все с вами умеем температуру тела нашу менять, да, по нашему желанию, как йоги, например, в Индии могут, то мы можем влиять на большее тело, которое, ну, дом, квартира, да. И там мы можем этого баланса достичь, автоматически достигая его внутри, потому что мы там будем находиться в этом балансе, в этой энергетике. Поэтому первое мы сейчас через тело исследуем, а потом мы пойдём в тонкий план, и вот там вам станет ещё понятнее, вот там будет действительно, ну, ещё интереснее сейчас, как будто бы, знаете, первый класс пока, да. Кто чуть-чуть науку вас узнает, чуть-чуть уже это знает, ну, или со мной сталкивался, я примеры такие часто привожу. Окей, убираем огонь из тела, тело приобретает нулевую форму, ну, приобретает, ну, становится нулевой формой, говорю, нулевую температуру, и мы такие тела с вами видели чаще всего на похоронах, да, они, ну, холодные лежат, ну, неживые. Это тело, скорее всего, оно остынет и перестанет существовать как функциональный механизм, так скажем, да, оно может быть как кучка чего-то останется, но в целом перестанет. Дальше, допустим, как в нашем теле проявлены, мы сейчас по всем первым элементам по телу пройдёмся, а потом пойдём вот в тонкий план, что на самом деле вот как раз интересное самое оно там. Вода в нашем теле, в каких видах мы её видим, с учётом того, что, извиняюсь, с учётом того, что мы в школе с вами проходили, что наше тело состоит из 80%, да, из жидкостей, но в целом мы с вами ведь знаем, какие жидкости в нашем теле, то есть вода – это жидкость, да, жидкая структура. Какие вы знаете жидкости в нашем теле, очень важные, ценные, наверное, одна особенность, да нет, они все важны, смотря как посмотреть. Пример, как вода в нашем теле, есть вообще в теле вода? Да, ну, рассказывали нам, как мы можем её увидеть, увидеть реально, почувствовать, там, не знаю, не просто знать, что где-то там что-то там, где-то бегает. Имея текучую форму, да, это жидкости, все жидкие формы. Кровь, лимфа, да, ну, то есть, если лимфу, например, мы не можем с вами увидеть, и Свете вот сейчас мы не поверим, она говорит, лимфа, да, у нас есть, она жидкая, ну, да, может быть, может и нет. Ну, а если я вообще скептик, стопроцентный, да? Ну, окей, ну, возьми, разрежь себе палец и посмотри, какая-то жидкая форма, ну, выйдет из тебя или нет? Выйдет, это кровь. Окей, нашли. В нашем теле жидкость, являющаяся первоэлементом, она присутствует. Нашли. Дальше исследуем. Воздух. Как в нашем теле представлен? Есть ли этот элемент реально? Мы можем его с вами, ну, каким-то образом чувствовать, ощущать, я не знаю, ну, видеть я бы не сказала, потому что воздух – это более тонкая такая форма, это первый элемент, вышедший из эфира, эфир вообще никак не ощущается, да? А воздух, он уже имеет какую-то ощутимую форму, ну, ощутимую именно, невидимую, незримую. Пока это ещё очень тонкий элемент, поэтому как мы его ощущаем? Правильно, вот так задать вопрос. Как мы можем ощущать воздух в нашем теле? Есть этот элемент, но там присутствует как-то. Света, Дмитрий, кто-нибудь. Далее. Кто остался? Кто живый? Есть кто-то живой? Как там у вас? Дыхание, воздух в лёгких. Ну да, да. Вот, то есть, фактически, без дыхания мы чётко понимаем. Вот здесь вот такая форма, что если кровь там где-то гуляет, мы ещё не видим, то с воздухом тут, ну, давайте представим, что, например, нам воздух не нужен, этот первый элемент в нашем теле не значимый, да? Не будем говорить главный, они все главные. Незначимый. Перестанем дышать. Мы чётко ощутим, да, на уровне тела проще всего, на уровне психики сейчас, тонкого тела чуть-чуть будет по-другому, но на уровне тела это логично. Действительно, зачем-то мы туда его вдыхаем, что-то там происходит. Предположим, мы с вами не знаем, что там происходит, можно это изучать, тему мы сейчас рассматриваем в ключе. Мы скептики стопроцентные. Как нам понять ценность первого элемента? Хорошо. Дыхание, согласна. Можно проверить ценность этого первого элемента, просто перестать дышать. Какое-то время мы сможем. Ну, там есть рекорды, там побивали рекорды очень большие, но в целом человек больше 1-2-3 минут, ну, 4, без воздуха особо не может. И если вдруг он погружается, допустим, под воду, и там что-то случилось, и перестаёт поступать кислород, а он же воздух, да, элемент воздуха, вот, составляющая воздуха. Вот воздух, это воздушная масса такая, да, она состоит из, там, химических элементов. Вот, то тело сразу же, ну, страдает, да, как там называется-то, когда кто-нибудь знает, может быть, подскажите, когда кислородное голодание начинается, там включаются вообще многие системы в организме, как-то. Это часто бывает у подводников. Если кто-то знает, напишите. Ну, не суть, мы можем и не знать, но мы знаем, что сейчас заткни, всё. Ну, на сколько-то минут мне хватит, а дальше тело скажет, стоп, 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 подожди, а где воздух? Да, ты почему тут меня перекрыл? Мне нужен воздух, мне нужен кислород, кислород там, может быть, как-то в теле, ну, что-то там значимое имеет, но, тем не менее, на уровне тела мы почувствуем, что этот элемент нам очень нужен. Хорошо, разобрались с воздухом. Да, гипоксия. Всё, Екатерина, благодарю. Вот, то есть, если бы я была великим обманщиком и пыталась вас обмануть, я бы не смогла вас обмануть, потому что есть обычная человеческая логика, физика, да, наше тело. Вот, на уровне эмоций тоже вы это всё прочувствуете, потому что я буду так задавать вам вопросы, вы чётко поймёте, как эта настройка первоэлементов на психику будет влиять, как вы почувствуете себя иначе, и это пространство иначе. И планеты, и цвета – это уже следующий этап. Первый всё равно – это первые элементы, когда идёт тонкая настройка пространства. Первый элемент – это тонкая настройка в основном. Хотя там вроде бы реальные элементы живые туда расставляются, но, тем не менее, настройка относится к категории тонких коррекций. Да, тогда дальше ещё один элемент. Мы три рассмотрели. Огонь – это температура тела. Пожалуйста, подносили градусник, померили конкретно, вы можете её измерить. Да, это в большей степени… Если плюс, то мы все понимаем, плюс – это тепло, минус – это холод. Да, у нас плюс – тепло. Но это больше про огонь. Здесь можно, конечно, ещё включить скептицизм и прямо ещё… А точно – это огонь, температура, да? Если интересно, мы можем в этом ключе поразмышлять. Но мы здесь не совсем там… Мы, как говорится, скептики, но не дебилы, да? Извиняюсь, но… Вот. Дальше. Вода. Вода, жидкость мы можем легко проверить. Да, порезали палец, жидкость потекла красного цвета. Все мы её знаем. Воздух мы про воздух проговорили. Теперь следующий элемент. Я не в порядке их преобразования, а просто вот как идёт. Земля. Как мы можем определить первый элемент Земли в нашем теле? Допустим, мы с вами знаем, что… Я сказала, что вода – это нечто… Это текучие формы, да? А первый элемент Земля – это самая твёрдая форма, самый твёрдый элемент, самый грубый. То есть это нечто твёрдое, это нечто, которое точно можно видеть, узреть, почувствовать, пощупать, ощутить, да? Да, вот прямо всеми вот этими своими… Как их там этими… Как их называть? Нервными клетками. Как в нашем теле мы можем определить, есть ли у нас первый элемент Земля? Ну, то есть прямо вот кости. Ну, кости. Но кости мы можем не видеть. Мы с вами не знаем, а есть там кости у меня в пальце или нет. Но на ощупь хотя бы мы можем почувствовать, что вообще-то тело твёрдое, да? Элемент Земли он твёрдый. И конкретно, хорошо, кости это, ну, то есть мы с вами знаем, а если брать просто тело, то фактически мышцы, да? Мы можем мышцы почувствовать хотя бы твёрдый. Самое главное – это твёрдое. Вот. Мы можем пощупать, да? Есть нечто твёрдое, очень твёрдое и плотное. То есть на самом деле разбить черепок, мы не будем сейчас эти эксперименты делать сразу, меня вас не буду пугать. Не так-то просто, он очень твёрдый. Ну, кости, возможно, да, можно тоже, кстати, предположить, что это кости тоже. До определённой степени первый элемент Земля мы тоже можем прощупать, нечто твёрдое, да? А эфир? Ещё один пятый элемент. Как мы можем, сейчас мы пока рассматриваем первые элементы, это вот, ну, в ключе физического тела, как мы можем это почувствовать, прощупать где-то, увидеть, да? Как быть с эфиром? Первый элемент эфира. Где он у нас? Если я чуть-чуть определение от каждого элемента даю, чтобы было проще понимать, как его можно поискать. Элемент, эфир, это самый тонкий элемент, он незримый, он неощутимый. Можно сказать, что невидимый однозначно. В большей степени подразумевается под эфиром это пространство. Вот, эфир – это пространство, в котором всё, я уже подсказываю, ну, надеюсь, вы догадаетесь, всё находится, вот, слух. Ну, слух – это вы знаете, это вы знаете, что первый элемент, это мы дальше пойдём, да? Первый элемент, он отвечает за чувство слуха. Но как мы его в теле в нашем можем, ну, как, если мы понимаем, что это некое пространство, эфир представляет собой пространство, где мы его в теле можем увидеть в наше пространство? Хотя бы, ну, где-то вот быстро сразу мы можем вот раз что-то сделать и понять, что, о, вот это вот пространство, пространство между клетками. А вдруг в этом нет? Мы с тобой можем это свето увидеть, да, ну, хорошо, мы можем взять микроскоп увидеть, да, может быть. А ещё проще – мозг в мозгу. Чем больше пространства в головне, тем меньше мозг, да? Вот быстро пространство – это некий объём. Туда можно внутрь, ну, вот как в объём. Я сейчас ещё подсказку сделаю, ну, в принципе, вы размышляетесь правильно. А я сейчас прямо вот до детской простой логики хочу дойти, чтобы никто вас не смог обмануть, сказав, что вот это – это так, и, как бы, поверь мне на слово. А вы скажете, а где я могу в этом убедиться? Да нигде, просто на слово поверь. Ни в коем случае, да, вот я вот не за это. Я за то, чтобы… Покажи мне, где это я могу увидеть, как это работает. Если я увижу, это так работает, я тебе поверю. Вот я сейчас об этом. Вот вы сейчас поняли, что текучая форма в нашем теле есть в виде воды, да? Это кровь, вернее. С лимфой, ну, а мы не знаем, можем по этому поводу размышлять. А вот эфир – это пространство, в котором что-то располагается, то есть это фактически самая тонкая форма. В нашем теле есть какое-то видимое пространство, которое реально. Прямо сейчас можно туда что-то положить, оттуда достать, и это пространство, оно может быть замкнутое, может открываться, но оно реально есть. Первое, видимое всем и вся. Это такой, может быть, простой, но банальный пример, что первое к вам приходит сейчас из зримого, понятного, не веря мне на слово, просто вы берёте и тут же проверяете. О, у меня это тоже есть. Ну, я вам не предлагаю, конечно, палец резать, но вы просто резались, да? Это эфир. Эфир – это пространство, где что-то располагается, каким-то образом живёт, существует. Сложно. Окей, я не буду вас мучить. Например, род. Пространство род, да? В нём располагается достаточно много… Посмотрите, это когда открываешь, это разомкнутое пространство, когда закрываешь, это сомкнутое пространство. Там ничего такого особого мы не можем, ну, не увидим в виде эфира. Эфир – это пространство, в котором где-то что-то располагается. Но там у нас есть и зубы, и дёсна, и язык, и слизистая, и там кислота какая-то там, насколько я могу это знать. В этом эфире, в этом пространстве есть всё. Точно так же пространство есть и в голове, правильно. Светлана, по-моему, писала или… Ну, в общем, там уже ушло, меня не вижу. Есть в нашем теле пространство, где располагаются все органы наши. Но это более сложная такая форма. Мы это можем пойти в учебниках по нашей школе, да, посмотреть, по биологии. Но в целом пространство род – это тоже пространство. И оттуда из этого пространства как раз вырываются наши звуки. Да, мы же с вами говорим при помощи там этих вот инструментов, механизмов. Но тем не менее, закройте это пространство, да, нету звука, открываете, звук выходит. Эфир. И эфир – вот это самый тонкий элемент, в котором как раз передаются, в том числе, да, самый главный элемент, где всё хранится, и через этот тонкий элемент как раз передаются все звуки. Ну вот полость рта – это как некий такой быстрый, простой пример пространства нашего внутреннего, которое можно открыть и внутрь посмотреть. Да, можно, конечно, полость живота раскрыть и тоже внутрь посмотреть, как там всё аккуратненько, всё уложено, да, оно друг другу не мешает, оно как-то там закреплено, не падает, да, не растекается, не расползается. Вот это всё эфир. И вот смотрите, на уровне нашего тела легко проанализировать ценность эфира, да. Например, ценность эфира сейчас. Допустим, вот какой-то пример сейчас бы такой привести. Как так, когда нет пространства, мне как-то не приходится, честно, такая, ничего в голову не приходит. Когда нет пространства, сложно вообще представить, что нет пространства, да. С эфиром немножечко сложнее, хорошо. С эфиром сложнее, дальше следующий элемент – воздух. С эфиром, если есть какая-то у вас пример, как посмотреть, что его нет, да, и что будет. Что будет, если его нет в достаточном объёме? Ну, возможно, скорее всего, если не про тело, вот, надо, не идёт сейчас у меня пример про эфир. В общем, с телом понятно, что мы можем чётко отследить, что если нет у нас какого-то преобладающего первого элемента, вообще нет какого-то конкретного элемента, то тело становится мёртвым. Я вот с эфиром не могу пример найти с первого элемента, но я надеюсь, у меня он сейчас, ну, докатится. Потому что я сейчас вот это вот, то, о чём хочу вам рассказать, оно рождается здесь сейчас. Я текста не готовила, то есть я специально не готовилась, чтобы вот эта вот аналитика, она была онлайн, чтобы вы видели, как я анализирую, чтобы вы увидели, как это надо делать, и делали это тоже сами. Чтобы вас мало кто мог обмануть, да, перехитрить, там, сделаю так и будет так. Ну, стоп, 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 подожди, да, давай я проанализирую, потом скажу тебе, надо мне это или нет. Итак, с эфиром поразмышляем, воздух мы поняли, да, если убрать из тела воздух, то тело перестаёт дышать, оно умирает. Эффект. Понятен? Понятен. Второе. Огонь. Если мы убираем огонь из тела, допустим, мы считаем, он неважный, этот элемент, мы и без него обойдёмся. Тело становится мёртвым, оно начинает твердеть, затвердевать и перестаёт быть эластичным, и этот механизм уже не функционирует, как тело. Дальше пошли огонь. Вода. Да. Если мы уберём из нашего тела жидкость, вообще полностью уберём, представьте, да, полностью уберём жидкость, то тогда получается, что наше тело перестаёт быть эластичным, оно становится опять твёрдым, как камень. И это тело, оно, ну, не функционально. Остаётся один первый элемент земля, который во всех случаях остаётся, который, если, ну, из нашего тела убрать, то, в принципе, не останется никакой видимой формы. То есть, представьте, да, первый элемент земля, он даёт нам возможность обрести видимую форму всем элементам, чтобы в наших лёгких находился воздух. Из первого элемента были созданы сами лёгкие, из твёрдой формы, да, и они, ну, как бы там увлажнились водой, допустим, лёгкими возьмём, они снабжаются и живут, да, посредством воздуха, и внутри есть ещё эфир, пространство какое-то, в котором проживают все там эти бактерии. Вот этот механизм сам, вот эта фабрика переработки кислорода и важные значимые элементы в нашем теле, она там работает в этом пространстве, в эфире. Итак, мы понимаем с вами, что все элементы в балансе в нашем теле дают здоровье нашему физическому телу. И тогда логично, если внутри нашего пространства все первые элементы в нужных местах в балансе, я сейчас про нужные места ещё скажу, тогда, в принципе, как минимум в таком пространстве наше физическое тело будет выходить на более здоровый уровень. Если даже что-то пошло не так в какой-то момент в нашей жизни, наше физическое тело пострадало, уже начало болеть, и начали развиваться хронические болезни, означает, логично же, если мы баланс приведём к первому элементу в том месте, где мы живём, то, как минимум, находясь в таком здоровом месте, мы сами начинаем восстанавливаться. Через что происходит восстановление? Конечно же, это процесс очень ни одного эфира, но в целом каждый элемент, он имеет тонкую форму, именно тонкую форму, которая в фасту называется вибрация, чистота, вот это вот, да, с какой-то чистотой каждый элемент, он проявляется в нашем пространстве, и поэтому посредством вот этих частот наши тела, они друг с другом соприкасаются, то место, где мы живём, и наше реальное тело. И если частоты выстроены на… А так как частоты здоровые, они одинаковые, первые элементы мы уже поняли, они одинаковые, более тонкую форму сейчас я вам рассказываю, а сейчас ещё к психологии перейдём. А частоты, они одинаковые, так как эти элементы, они имеют единое происхождение, элемент вода и жидкая форма, она везде вода и везде жидкая форма, то есть она может быть не везде прям точно вода, она может и какие-то там, допустим, химические элементы иметь разные, но жидкую форму в воду мы все знаем, видели, какой бы, хоть лимфу мы с вами порежем, вытечет она, хоть кровь, хоть воду мы возьмём, да, что-то жидкое, хоть слизь в нашем теле, без разницы. То есть у первого элемента вода есть единая здоровая чистота, когда он в норме, в балансе, он имеет здоровую чистоту. Если в нашем теле чистота нарушилась, да, мы там, допустим, мало пьём воды, там и так далее, но мы восстановим её в нашем физическом большом теле пространстве, допустим, в доме, в квартире, то есть эти чистоты, они начнут, ну как сказать, вибрировать в этом пространстве, ограниченном стенами нашей квартиры. И так как вот эти чистоты, они одинаковые, то здоровые чистоты начнут подтягивать больные, выводя их на более здоровый уровень, потому что этот уровень, он, это уровень нормы. Это не что-то там, это норма. Первый элемент воды, она такая, да. Если мы в теле не знаем, как с этим быть, то мы можем попробовать через пространство большое, через большое тело, дом, попробовать повлиять. То есть фактически влияние, оно тонкое, оно неявное, незаметное, но оно вот именно на уровне вибрации чистоты, у каждого первого элемента есть своя чистота, он начинает больший объём доращивать в меньшем объёме до нормы, вот наше тело. И очень круто, если мы больший объём настраиваем, находясь в этом большем объёме, мы естественным образом, наша частотность внутренняя, она начинает выстраиваться, потому что большая гитара звучит громче, чем маленькая гитарка. Да, понимаете? Ну, ты человек простой, мне по-простому. Вот. И вот эта большая, она на самом деле больше резонанса создаёт, больше звука, больше вот, ну вот, большой барабан, когда мы позвучали, да, или маленький тинь-тинь-тинь, да, и как вы телом чувствуете, откуда вибрации больше, да, с большего поля идут более сильные вибрации. Если в квартире мы с вами создаём вот это вибрационное поле здоровых вибраций, а что есть здоровое, сейчас я скажу, тогда наше более маленькое тело, оно начинает чик-чик-чик подстраиваться, то есть под эту волну, внутри нас вот эти здоровые частоты, частоты начинают усиливаться вот этим большим телом, да, и хобана, приходит баланс наше тело. Что есть здоровые, ну, то есть как оздоровить пространство, я в конце скажу, это методы коррекции, они очень простые. Вот, мы сейчас перейдём к психологическим. На самом деле есть ещё тонкое влияние, некое другое. Мы сейчас, я, видите, в эфир не могу всё впихнуть, особенно во втором модуле, где я обучаю именно проектированию и строительству, я там как более глубоко показываю, как механизм строения Вселенной работает, и как это всё с нами связано, очень всё связано, да, прям там чётко показываю, как это. Но в целом я могу сказать, что ключевое, тонкое в ВАСТу – это вибрации. Всё делается для того, чтобы создать мощное, здоровое вибрационное поле. И все-все-все коррекции, они вообще, в принципе, про это. Вот. Потому что, ну, как может там водичка, стоящая в моей квартире, настроить водичку в моём теле, если эти водички две между собой вообще никак не пересекаются? Давайте вот посмотрим на это здраво. Ну, бред же, бред. Если я там пойду в этой водичке, буду купаться, но ещё как-то буду соприкасаться, ну, может быть, да. Если стоит там свечка, это там, где её нужно поставить, или там я готовлю пищу, как это… Ну, с пищей понятной, да, я эту пищу потом кушаю. Как эта свечка вообще может на меня влиять? Ну, такое, знаете, непонятно. Ну, непонятно, я не могу в это поверить. Но вообще, в принципе, есть эксперименты по поводу частоты. Ну, если интересно, кому-то в личку потом напишу, где вы это ещё можете посмотреть. В Ютьюбе есть это, как частотность вот эту материализует, и видно её, как она, какие формы принимает. Но в целом всё у вас тут про вибрации, про вот это тонкое незримое поле, которое создаётся посредством порядка внутри нашего пространства. Вот мы в ключе первоэлементов. Если каждый первый элемент на своём месте, то тогда создаётся здоровое вибрационное поле, в котором, естественно, наше маленькое, может быть, больное, да, уже, естественным образом, варясь в этом здоровом рассоле, оно становится более здоровым, однозначно. Опять прозвучал ключевая, ключевой момент. Порядок. Если первоэлементы внутри нашего большого вот этого тела, квартира, дом, на месте, что есть место, точно так же мы сегодня с вами на примере тела чуть-чуть про это говорили, я вернусь, не буду вас мучить, да, огонь пищеварения, он, естественным образом, находится на своём месте в желудке, если мы берём просто огонь. Фактически поддерживает температуру в нашем теле, многие об этом говорят, как раз огонь пищеварения. Однозначно. Вот. И когда мы его понижаем, то начинают страдать все системы нашего организма, в первую очередь пищеварительные, потому как она самая ближайшая, в ней это всё происходит, да, зарождается огонь. И подогретое наше тело, оно как раз за счёт вот этого огня пищеварения подогревается. Перестаньте кушать, и ваше тело начнёт снижать температуру. Вот. Ну и ещё внешнее влияние, конечно, тоже, естественно, влияет. А если мы, представьте, с вами решим, что, ну, хорошо, ну, должен быть огонь у нас в теле, ну, пусть он будет в голове, например. Пусть вот этот вот желудок у нас теперь в голове варится, кашеварит там, да, и разгоняет вот эту вот пищу по всему телу. Хорошо. В принципе, он там может быть. Почему нет? Вот есть пространство, есть котелочек наш, вот этот творог, твёрденький, да, из элемента земли. Можно туда поместить желудок, и пусть он оттуда гоняет температуру по всему телу. В принципе, чисто теоретически, это можно взять и придумать новое тело. Но с практической точки зрения, если у нас повышается температура головы, вот вы заболели, да, у вас голова начинает болеть, повышается температура, в первую очередь голова начинает болеть, то какое-то, ну, не совсем здоровое состояние у вас проявляется, когда у вас начинается повышаться огонь. И представьте на секунду, если у вас постоянно будет в голове, гореть огонь, это на уровне психики достаточно, и физики, неприятные чувства, когда у вас слишком горит голова. Если взять психологию, ну, психологию сейчас, я с точки зрения психологии ещё зайду, про значение первого элемента, то получается, что когда в голове постоянно огонь горит, то это очень много беспокоить ментальных у людей, очень много. и там закипят мозги, так назовём, да, мозги начнут кипеть, и в этом состоянии вряд ли вы будете находиться в состоянии гармонии, благодати там и так далее, радости и счастья. Вот. И получается, что если мы начнём менять местами первый элемент в нашем теле, да, ну, я сейчас не буду приводить примеры, как мы можем с водой там, потому что я не медик, да, чтобы совсем чётко понимать там, как это все системы работают. Ну, допустим, наша вода не снутри будет, не по венам течь, а сверху по коже так течь просто, да и всё. Ну, допустим, тоже же можно представить, например, её место не внутри, не по венам, да, не по лимфе там, а вот оно чисто вот по коже должно течь. Ну, да, возможно, сверху будет кожа уложнена, а внутри-то будет камень, да, и это тело снова становится нездоровым. То есть, фактически, это, может быть, выглядит как-то, ну, ну, странно эта логика, но она вполне здоровая логика, эта логика, она правильная. Что если что-то мы в нашем теле, в чётко работающем механизме хотя бы поменяем местами, не просто уберём это оттуда, а просто местами поменяем. Система вся даст сбой. Физика, да, пока про физику. Физическое здоровье сразу даёт сбой. Даже уменьшив жидкости в нашем теле, когда идёт сильная кровопотеря, например, вследствие травмы какой-то, да, то тело сразу же начинает страдать. Все системы начинают страдать. Поэтому даже уменьшив количество, не меняя даже положение крови, жидкости внутри нашего тела, мы уже начинаем, система начинает страдать. И точно так же говорится, что в нашем пространстве, в более большом теле, на которое мы можем, ну, свободно влиять, да, мы влиять можем на это тело, дом, квартира, есть тоже места, правильные, ну, так скажем, рекомендованные места для первоэлементов. Я не буду даваться подробностей, есть чёткое объяснение, почему, но в целом я скажу, что есть тёплые сектора, есть холодные сектора, в холодных секторах преобладают элемент воздух-вода, в тёплых – огонь-земля, да, более тёплые элементы. Вот. Если в нашем пространстве, а это во время консультации, коррекции, да, я вижу, да, первые элементы, они как-то неправильно расположены, например, в холодном секторе у нас горит огонь, в тёплом секторе у нас льётся вода, то есть нарушается энергия, то очень сильно это влияет, помимо здоровья, мы с вами про это поговорили, а теперь во вторую часть переходим, очень сильно это влияет на психику человека. А теперь давайте разберёмся, а как первые элементы вообще влияют на нашу психику? Есть ли тут вообще какая-то связь? Ну, давайте рассмотрим с точки зрения психологического восприятия этого мира, потому что фактически, пока поверьте мне на слово, если интересно будет, я просто порой не знаю, на какую тему давать эфиры, вот как мне что-то ёкнет, я даю эфиры, а если у вас какие-то есть темы, вы их предлагаете, я любую могу осветить, если даже что-то не знаю, я нарою информацию и доказательную базу соберу. Вот. Мы, например, с точки зрения психологии, мы чётко понимаем, что есть тонкое тело, и мы каким-то образом эмоционально этот мир воспринимаем, и говорится, Таня, добрый вечер, и говорится, что через органы чувств мы воспринимаем этот мир, а органы чувств, за каждый орган чувств отвечает первый элемент. Это, ну, классика вас, то это основы. Но давайте сейчас, вот допустим, вы это ничего не знаете, да, вот есть люди здесь, которые знают, я вижу, которые не знают, я не знаю, знаете ли вы или нет, вернее, может быть, знаете. Допустим, мы с вами не знаем, что действительно каждый первый элемент отвечает за определённое чувство и орган чувств в нашем теле. Мы не знаем. Вам говорят, элемент огня, если первый элемент огня на месте, в юго-восточном секторе, в юго-восточной точке, в секторе, да, в юго-восточной точке, то это создаёт, то есть, обычно так говорится, что будет чувство уюта, да, у таких людей, любовь, гармония, процветание, как-то такие красивые слова говорится, а как мы реально можем почувствовать, это так или нет? Ну, чтобы вот эта вера, я это к тому веду, что чем сильнее вера у вас и чётко вы понимаете опытным путём, что действительно, ну, извиняюсь, блин, это работает, то, конечно, вы совсем по-другому подходите к гармонизации своего пространства. Не просто вслепую, там, расставили элементы, даже не понимая, там, что, зачем, ну, и думайте так, а где эффект, да, а сами внутри понимаете, ну, бред какой-то, ну, просто сказали, ну, я сделал. Вот я хочу вот от этого, ну, вас, как сказать, защитить, ну, и вам это не надо, не надо, но, тем не менее, чтобы более глубже и более осознанно вы восприняли, о чём вообще первые элементы. и так, давайте, когда, за счёт какого, вернее, как первый элемент вы себе понимаете, что, допустим, вы зашли в пространство и там тепло, в комнату зашли, там тепло, и какое чувство вы внутри ощущаете, когда в этом пространстве тепло. И ещё добавлю, горит, например, камин, да, вы видите реальный огонь, вы садитесь, около камина тепло, камин горит, вы это видите, и какое естественное чувство у вас внутри происходит в теле. Включайтесь, ответьте, пожалуйста, как вы понимаете, чтобы я тоже немножко с вами контактировала, чтобы это был не мой монолог неизвестному зрителю. Какое чувство, первое чувство, какое идёт, тёплая комната, камин, огонь, одно, два, три чувства, состояние, что там проявляется. Напишите, пожалуйста. Есть какое-то чувство, если вы представите? Уют, защищённость, окей, Света, спасибо, ты мой спаситель. Да, ещё что. на уровне обычных состояний. В таком пространстве вам комфортно? Вам хочется здесь быть или вам хочется убежать поскорее? уюта, ну да, уют, спокойствие, да, вот. Посмотрите, первый элемент огонь, он вызывает такое приятное чувство уюта, спокойствия, комфортно ещё в таком пространстве, где тепло, а если ещё на улице холодно, да, допустим, вот, как у нас сейчас в Краснодаре, света не даст соврать, ужасная погода, ну, для меня ужасная, для местных, конечно, это рай. Вот, тогда вот это чувство теплоты, которое создаёт первый элемент огонь, создаёт чувство уюта, комфорта, обволакивающее, такое приятное чувство, да, спокойствие, защищённость, представляете? Это мы сейчас просто вот, ну, я вам даже никакую там теорию не даю, мы просто размышляем. И представьте, если у вас есть конкретный сектор первого элемента, юго-восточный он, да, в квартире, многие это знают, ну, допустим, я вам говорю, юго-восточный сектор, если там горит огонь, то вот это, помним, что каждый элемент, он имеет свою вибрационную чистоту, да, поле вот это незримое, которое, извиняюсь, распространяется по всему пространству, то вот такое чувство и состояние, оно распространяется по всему пространству. А если вы живёте в пространстве, в котором уютно, вы чувствуете защищённость, вам спокойно, вам комфортно, вам тепло, да, то как вы, как вы себя чувствуете в таком пространстве? Как вы себя чувствуете в таком пространстве? какое чувство возникает когда уютно комфортно тепло чувство защищенности спокойно в общем как-то вы себя чувствуете не даете мне следовать через вас в том числе ноги вы себя чувствуете ну давай давайте вот чувствую радость таком месте да да а представляете что вы живете все время каждый день в таком пространстве где вы чувствуете вот это чувство допустим ты свет как вот знаток да ты еще добавила спокойствие защищенность радость уют да вы постоянно живете то есть постоянно находитесь в этих частотах и такие с чувством уюта комфорта спокойствие умиротворения защищенности вы идете туда во внешний мир и такие вы строите отношения в этом мире и такие вы занимаетесь самореализации и такие вы воспитываете детей как это у вас будет все получаться когда вы из этого состояния действовать а если напишите как а я сейчас противоположность а если квартира холодная да там темно света нет огонь же это свет там темного света нет там холодно и как вы там себя чувствуете скорее всего все то же самое но только с минусом да не уютно не безопасно не беспокойно не комфортно может быть здесь есть конечно маржи и они скажут о наоборот классно но меньше степени да это вот для обычного как было обычной группы людей и представьте если вы это не ощущаете да но на тонком уровне на тонком плане вот эти вибрации холода некомфортности незащищенности беспокойство вот этого постоянно в вашем доме присутствует а теперь представьте какой в этом состоянии самореализации занимайтесь работайте творчеством детей воспитывать отношения строить в этом чувстве вот постоянно тревожности некомфортности как это у вас будет получаться в жизни проявляться вообще другая картинка а вот это все же еще является частью нашей судьбы и когда я в этом состоянии выхожу в света в такой виску кожу не замерзшие стрелять трясущийся может быть и не физически а вот на тонком уровне есть же тонкий план но я тонкий план сейчас вот в понятном варианте рассматриваем можем рассмотреть контексте конкретных частот то есть какие частоты но это такой более глубокий уже эксперимент будет наверное не не прямом фире его делать вот предположим с огнем понятно как с водой давайте поисследуем воду как вы себя чувствуете когда есть вода как вы как когда вы с ней соприкасаетесь взаимодействуете допустим возьмем простые природные объекты море река озеро бассейн ванная вода да как как это для вас проявляться как вы себя чувствуете с этим соприкасаясь этим первым элементом есть что что первое идет напишите когда вы соприкасаетесь с этим элементом в реальной жизни просто время жизнь какое чувство какое состояние что вообще для вас вода то есть понимаете я вы напишите я чуть-чуть еще поясню понимаете что то есть мы взяли за константу что каждое расслабление свет спасибо жду от тебя до как главного участника вы понимаете что есть грубая часть до элемента есть тонкая часть вот эти вибрации которых мы сейчас кратко говорим вибрации они первый элемент вода он имеет некую такую вибрационное поле она везде одинаково почему нам комфорт очень хорошо очень хорошо ну правда очень хорошо расслабление это ключевое вообще на самом деле все что касается воды еще вода очищение дает то есть допустим какой элемент нам действительно дает чистоту в этом мире чистоту тело даже просто чисто туда тоже вода то есть обеспечивать чистоту нашего тела и вообще пространство тоже вода на расслабление очень хорошо вот вода это вибрации то есть кожа наша почувствовала что что-то там нежно ласкает когда мы в море плывем да но тонкое тело тонкое тело как вот это вот тонкая вибрация мембрана да она считывает именно вибрации чистоту этого элемента и чистота этого элемента вызывает чувство расслабления это правда так это действительно так и в нашем пространстве первый элемент находящийся на северо востоке присутствующий естественным образом там допустим в виде какого-то источника воды расслабляет нашу психику прямо реально представляете чувство расслабления не только в теле но и в психике оно везде проявляется мы здесь я не зря вам говорю вот 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 она физика сейчас про психику это все в принципе все же в одном у нас боевом-то комплекте находится не отдельно же два тела раз в этом побыли раз другом все в одном да просто несколько чехлов таких на нас более тонкой более грубый чехол вот и чувство расслабления дает как раз вода успокоение расслабление то есть меня вода успокаивает да она расслабляет и успокаивает чувство успокоения как раз вот но больше присущей воде окей нашли если в пространстве там где вы живете этот элемент на месте он каким-то образом представлен коррекция поверьте на очень простая поставил водичку на северо-востоке вот тебе замечательно но если не понимаешь что ну один эффект а если ты понимаешь что включается более осознанное до восприятия реальности ты еще осознаннее еще более глубоко чувствуешь как в твоей жизни начинает что-то меняться вот прямо начиная с физики и тонкого тела заканчивая внешним проявлением потому что я то какой то же действую в этом мире теперь смотрите если я не расслабленная постоянно напряжение нахожусь да если я не 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 спокойно постоянно беспокойство нахожусь вот в этом же состоянии я живу опять же я вернусь строю отношения занимаюсь самореализации творчеством работу воспитываю детей рожаю детей его два этих состояния расслабленная до такое расслабленное умиротворение либо вот это постоянно состояние это это все вибрации да вот элемент физически он там находится на северо-востоке но он создает вот такой вот вибрационное поле приятное ведь вы же это слово ну не просто сказали потому что я вас попросил вы просто вспомнили а что за чувство у вас возникает да вы соприкасаетесь этим элементом я же вам не говорю придумайте да скажи как это вы чувствуете я специально так спрашиваю как вы это чувствуете ощущаете вот окей давайте воздух теперь возьмем воздух как вы ощущаете на уровне как сказать могут психики до воздух это может быть представим это легкий вытерок это свежий воздух до открытое окно там как-то воздух циркулирует вы про открыли или вы находитесь сидите там вас обдувает и морской ветерочек что там за чувство возникает внутри чувство состояние как это у вас проявляется движение воздуха это ну то есть у меня нету готового списка честно вам скажу я ориентируюсь на вас потому что каждый человек он по-своему может рассказать о своем опыте с этим элементом пока вы пишете я скажу для себя для меня воздух это движение вот если я сажусь за руль я поехала я у меня воздух там в окнах шумит для меня вот это движение это свобода все я чувствую движение воздуха ветер все у меня прям как знаете как паруса раскрываются я полетела состояние свободы и спокойствие да вот свет мы с тобой вот про это спокойствие иногда даже в моем случае это знаешь какое-то вот ну как будто вот вся шелха слетает воздух сдувает ветром с тебя всю вот эту вот тебя просто несет по по какому-то там не знаю пути и ты как в потоке находишься вот это вот легкость такая состояние свобода вот это дает ощущение ветер на самом деле при помощи ветра как раз вот этих потоков птицы летают но еще конечно структура тела но тем не менее именно этот первый элемент позволяет им вот эту легкость ощущать полет и вот ассоциация да может быть у вас еще какая-то это моя не своей делюсь это спасибо что ощущение свободы на самом деле воздух еще дает чувствительность то есть представьте маленькие чуть-чуть дуйте на руку сейчас чуть-чуть буквально сразу почувствовать какое-то чувство охлаждает успокаивает воздух он достаточно тонкий элемент мы его чувствуем охлаждает успокаивает чувство свободы опять да движением ветер когда ветер когда вот прямо вот внутри аж адреналин какой-то появляется у каждого свое медленно отвечаете но я вот чтобы не задерживать ну что эфиром тоже ограничен если мы не за не успеем захотите переподключитесь но я дозапишу все равно чтобы видео сохранилось в полном объеме я снова перезапущу эфир и вот получается что да все это вот я сейчас вот поверьте можно это прямо углублять углублять и но я вот вот на самом простейшем уровне вам показываю насколько важны эти элементы что вообще в принципе коррекцию очень важно но в том числе в первых в первых этапах начинать с первого элемента не игнорировать там не бежать сразу же в планеты это тоже важно про планеты могу отдельно рассказать цвета как мебель расставить как помещение подобрать но это более такое уже знаете когда вы здоровый психически и физически дальше можете уже действовать как-то в этом мире это больше про планеты если я здесь дорогу я и туда пошел здоровый там у меня классно все получается а я здесь если больной хромой там весь скукоженный замерзший несвободный такой весь перепуганный туда пошел насколько вам давать не давая возможностей которые дают планеты не сильно там вы как знаете утром и раскроетесь вот как раз вот это вот это вот первоэлементы дают вот эту внутреннюю широту здоровую такую здоровую позицию жизненную и физически здоровую и ментально здоровую да и и психически здоровую я меня воздух это дыхание запах приятный да ну тоже тоже да важно дыхание это как сказать но это как физическое больше но это больше про раскрытие кого-то да вот горизонта своего да ты дышишь ты существуешь там не знаю там у тебя клетки наполняются какими-то элементами не знаю как это но для меня вот это вот мы больше со свободой ассоциируется воздух это дыхание ноги дыхание то больше про физическое тело хорошо с воздухом по простому мы сейчас узнаете не не научный совет так с кандидатов состоящий мы простые люди по простому размышляем мне так проще рассказывать о ценности но вот этих вот моментов которые называются вас туша стра и психологии пространства давайте землю возьмем что для вас земля первый элемент земля когда давайте в чистом виде прям прям земля которая земля вот она земля мы по ней ходим на ней растет картошка морковка на юге здесь много всего остального арбузики и так далее вот прямо же живом и и естественном исполнении земля что это для вас какое чувство вы ощущаете ощущение состояние как вас пойдет тут особо нет правил когда вы соприкасаетесь землей с элементом земли света таня кто еще поделитесь пожалуйста чтобы не получилось что только моя картинка мира какая устойчивость надежность так кей тань если ты здесь еще устойчивость надежность вот приятно спал вспомните прям ощущение когда голыми ногами ступаете на землю опора то есть фактически опору устойчивость надежно да это одно из естественных состояния еще земля она дает как будто бы знаете вот устойчивость да танец спасибо она дает не знаю там конечно ты может быть это больше эзотерика да как меньше какой-то научный подход такой как опытный до путь но она как будто бы питает вот у меня ощущение когда стою на землю нет кущей что прямо энергии снизу прямо через стопы идет во все тело наполняют какой-то силой энергии вот это больше эзотерика чувство доверия интересно очень даже прикольно ну да когда есть опора когда есть устойчивость тогда естественным образом проявляется доверие согласно свет с тобой ты сейчас прям до немножко и меня расширило у меня не сильно землю это ассоциировалось но похоже это да на доверие когда когда тебе говорят вставай шагай вперед там земля ты наступишь ну и и как бы это самое не разобьешься а ты пока ее ногой не ощутил так особо не если так прямо сто процентов этой личности не доверяешь но я бы не доверяла уже вдруг там обрыв какой-то но я вот такой не совсем доверчивый человек поэтому все время все время все проверяю датчик ногой почувствовал пору появилась доверие на действительно это так вот так сейчас ассоциация меня пошла по поводу твоего варианта окей эфир еще сейчас эфир про внутреннее состояние как это проявляется что для вас эфир вот эфир мы оговоримся да это большие свободные пространства они в них в эфире вообще все элементы существуют все первые элементы четыре остальных в разных формах в разных интерпретациях но тем не менее это некое свободное пространство когда вы смотрите на большое пространство например звездного неба безграничный горизонт большая территория с просторное поле то же самое да с горы вы смотрите вниз и видите вот это бескрайние там не знаю просторы какого-то там не какой-то местности допустим да скажем не будем там страна город какое чувство возникает у вас восторг еще есть прям прямо такие вот прям хорошие чувства еще но смысле это тоже хорошее но веситка еще конкретнее такие если вам давай вот при представьте что вы прям на горе стоите перед вами вот огромный горизонт что там такое за чувством огромное море безграничное бескрайне поле там до такое вы стоите там колоски так вот колышется от ветра и такой бескрайний горизонт что за чувство от эфира от созерцания от этого от этих вибраций больших пространств что это такое какое еще чувство есть у нас два два человека участвует нас еще есть кто-то дмитрий отключился наверное если есть напишите пожалуйста что у вас есть так то у нас то еще был мария мария была если есть напишите екатерина кто кто еще остался восторг восхищение чувство широты какой-то приходит масштабности я большой масштабные все могу вот он мир большой безграничное количество вариантов здесь есть свобода там да какая-то это тоже уже какой-то уровень свободы ну как сказать уже зашкаливающий по объемам если с воздухом какая-то такая легкая социация здесь прямо некая масштабность чувство масштабности да есть такое чувство возникают могущественности все могу точности такое слово надеюсь есть но будет сегодня вот и представьте когда вы в этом состоянии внутренней широты свободы большой могу щи чей-чей могу чей могуще стены и получи я вот хотела два слова да рада что вы здесь и вот в этом состоянии представляете вы живете вы живете в состоянии масштабности вы большой могучий вы перед вами горизонт возможности перед вами свобода широта вот это все не суженые вот эти шесть квадратных метров кухни да а большое пространство и в этом состоянии вы ходите на работу во внутренний вот в этом чувстве как вы себя так чувствуете да вы себя так чувствуете я спрашиваю как вы себя чувствует и выдах себя чувствуете в тех пространствах в которых вы живете осталось только проанализировать а что за пространство, и тогда, поверьте, я, ну, уже приближаясь к тысяче, я чётко вам скажу, как пространство, какое оно есть, когда умеешь его более-менее читать, да? Надеюсь, я уже научилась, да, немножко его читать. Так себя люди и чувствуют по жизни. И потом они в этом состоянии говорят, а чё-то ощущение, что всё могу. Да, вот я об этом говорю, да? Не про эти суженные пространства, в которых нас запихнули, говорят, так, работа, дом, кредит, семья, покушать, поспать, на работу, и всё, и вот ты такой живёшь. И у тебя даже нету потенции расшириться, посмотреть, а может быть там что-то за этими границами ещё есть? Вот. И когда ты в этом состоянии широты действуешь, строишь отношения, бизнес, там, не знаю, самореализация занимаешься, духовным развитием, детей рожаешь, или в этом узком состоянии, это же разные реальности. Посмотрите, это же разные реальности. И фактически теперь даже нету смысла размышлять на тему, а что вперёд? Пространство, в которое вы пришли, оно на вас повлияло? Или вы выбрали то пространство и притянули подобное согласно вашему состоянию, и такое вы никакое пространство получили? Не суть важна. Суть в том, что а где вы сейчас, что с вами происходит? Если вот эти вот состояния, они в минусе, то в принципе получается, что вот это всё оно строит по крупицам, по кирпичикам выстраивает вашу сегодняшнюю реальность. Ваше чувство доверия, за которое до определенной степени отвечает первый элемент воздух. Он отвечает за кожу, но я сейчас не в этом ключе рассматриваю. Кожа — это доверие, это способность чувствовать, то есть другого человека. Здесь можно это распаковать, но я вот кратенько. Мы сейчас чуть-чуть в другом-то. У нас исследовательский сегодня прямой эфир. Вот если вы в широком, в таком комфортном, уютном внутреннем состоянии, в лёгкости, в свободе действуете, либо в другом состоянии, всё, это таким образом проявляется ваша реальность. И когда вас ваша реальность не радует, то автоматически можно понять, а в каком-то вы в таком состоянии живёте, что вот, ну, оно как-то не так всё идёт, как хотелось бы. Вот и первые элементы, вернусь к ним, имея физическое влияние на наше здоровье, да, тело, также имеют тонкое влияние на нашу психику, на то, как мы себя воспринимаем, как мы себя чувствуем, ощущаем и в каком состоянии живём в этом мире. И вот по пространству, конечно, в принципе, это можно чётко считать, увидеть. И на консультации я именно этим и занимаюсь. Ну, стараюсь, как это, не каждый человек вот так вот расширен, чтобы ему прям вот широту дать. Ну, хотя бы, если чуть-чуть он не дал пространства, я уже туда, ну, засунусь и что-то уже оттуда повещаю немножечко, где-то немножко, где-то больше, в зависимости от запроса. Но, тем не менее, состояние вот это, это наш выбор, да, и мы можем на этот выбор повлиять ментально, да, как-то внутри что-то там прочувствовать и поменять. А можно повлиять на более большое тело, просто скорректировав его хотя бы первоэлементами. Мы сегодня вот в этом ключе. И в этом новом здоровом рассоле повариться, чтобы этот здоровый рассол пропитал нас и мы стали более здоровыми. То есть путь, он любым будет рабочий. Вот Васту как раз про тот путь, поработав с большим телом, создав вокруг себя здоровое, вот этот сиропчик здоровый, да, рассольчик, на уровне вибраций. Я сейчас про рассол, это вот именно вибрации тонкие, которые, от которой мы ощущаем от первоэлемента. Я сейчас ведь с вами не просто так говорю, а как вы воду ощущаете, да. Помимо тела, вы же как-то психически её ощущаете. Вот я поэтому в этом ключе вас допытывалась. Вот эти вибрации, они считываются нашим тонким телом. Тонкое тело, как локатор, как мембрана, он считывает вибрации. Именно поэтому мы что-то там и чувствуем, да. Вот она мембрана, вот они, волны пошли, они как-то отражаются, и эти отражения, они превращаются в какие-то мысли, формы, ощущения, чувств. Но не так-то просто сейчас в прямом эфире этот механизм показать, на обучении я его показываю на втором модуле конкретно. На первом более простой форме, более такой психологической форме. На втором модуле более такой научной форме. Итак, получается, что тогда, если вы хотите вот какое-то такое более здоровое пространство хотя бы на уровне первоэлементов создать, то достаточно их просто расставить. Но недостаточно, для глубины недостаточно просто последовать совету вас, ту консультанту, поставь сюда это, поставь сюда это. Нужно чуть-чуть шире на это посмотреть, как я сегодня вам предложила, чуть шире посмотреть на вот эту коррекцию. Да, на северо-востоке вашей квартиры должен стоять элемент воды в каком-то виде. бутыль с водой, фонтан, водопад, увлажнитель воздуха, какой-то, не знаю, там бассейн, ванная, если как легкая, светлая, в принципе, хорошо там, раковина там должна быть, водопадик какой-то на северо-востоке, то это приятно, это комфортно, эстетично, на уровне физики вы теперь понимаете, как это будет на вас влиять и на уровне психики, как это будет на вас влиять. Мы с вами очень так скромненько просмотрели это, но тем не менее, вы уже четко понимаете, как первый элемент расширяет вас на уровне психики, успокаивает вас, делая вас новым, более здоровым человеком. Мой сегодняшний эфир в простой форме, на самом деле, идея была, более осознанно, то есть, более осознанный взгляд на первый элемент и вам предложить более осознанный вариант, как осознанно еще посмотреть на эти элементы. И да, на юго-востоке должен быть элемент огня. Именно элемент огня создает вот это чувство комфорта, уюта. Мы потом туда добавляем планеты, их значения, там оказывается процветание, любовь, счастье. Но к состоянию уюта это и есть любовь, это и есть тепло, когда мне тепло, когда я люблю. Дальше можно еще это продлить. Я вот просто пока самую простую форму вам предложила заглянуть. Да, на юго-востоке хорошо, если там живой огонь горит, если в нашем пищеварении горит огонь, все, тело оно счастливо, оно и иммунитет сильный, все хорошо, да, мы себя чувствуем 36,6, мы здоровы. Вот, на юго-востоке горит огонь, хотя бы там в виде свечи, в виде печки, мы готовим там пищу. И вот это ощущение тепла, оно на тонком уровне, помимо физически, да, от печки тепло идет, от камина, например, на тонком уровне чувство тепла, вот этого уюта, оно распространяется именно на тонком вибрационном поле. И почему в таком пространстве у людей больше счастья? Да потому что они чувствуют себя более счастливыми, более радостными, более, когда я радостна, мне же легче строить гармоничное отношение, чем когда я злой, замкнутый такой, и там весь трясусь от страха, да, от холода, от голода и так далее. Опять же, да, вот простые примеры, я вот за простоту, элемент земли, когда я устойчива, у меня есть опора под ногами, я могу этому миру что-то дать? Я могу этому миру что-то дать? Я могу в этом мире чего-то достичь, когда я каждый шаг под мои опоры, под моими ногами идёт на твёрдую почву, я встаю, каждый мой шаг в жизни я встаю на твёрдую почву. Эта почва меня поддерживает постоянно, то есть у меня отношения с элементом земли, ну, такие вот, ну, как сказать, на уровне психики, когда у меня элемент земли на юго-западе, в нашем пространстве, там стоит цветы, там много горшков с землёй, да, вроде бы, ну, всё это красиво, эстетично, а на самом деле на психике-то ощущения как раз вот эти, о которых мы с вами проговорили. Кто только присоединился, вы можете потом в записи посмотреть. Когда я иду по жизни, у меня постоянно под ногами есть опора, я уверенный в себе человек, я и дать могу другим, я себе могу взять, другим дать. Это вообще другое состояние. В таком состоянии, если я занимаюсь, допустим, бизнесом, да, сейчас очень важно такое слово, я уверенный в себе человек, да я в любое пространство прихожу, со мной хотят взаимодействовать, потому что с таким человеком хочется быть, контактировать, работать с ним, да, строить с ним отношения, замуж за такого выйти, или пожениться на таком, на уверенном, устойчивом человеке, а если я ещё сам такой. Вы представляете, какое тонкое, ну, тонкое, незримое поле создают элементы в нашем пространстве. Воздух. Я сейчас к кефиру подойду, я его в конце скажу, потому что он такой самый ключевой, из него всё изошло. Воздух. Если в моём доме, в секторе воздуха есть окно, да, оттуда поступает воздух, создаёт прохладу внутри моего дома, он охлаждает, успокаивает. Иногда не хватает холодного воздуха, чтобы просто голова немножко, ну, вот, сильно горит, да, вот этих от переживаний всего, немножко, вот, потрясти вот этот воздух, чтобы охладил меня, немножко, становится более, ну, сказать, спокойнее на душе. И воздух, он ощущение лёгкости даёт, полёта, комфорт, чувство свободы. Вот если я, когда в этом, с этим состоянием, чувством свободы по жизни живу, то я же вообще по-другому строю отношения с людьми. Я по-другому воспитываю детей, я по-другому занимаюсь духовной реализацией. Мне не так-то просто загнать какой-то фанатизм и начать мне, ну, рамочки какие-то ставить. Это нифига, извиняюсь за мой французский, не получится. Я внутри чувствую эту свободу, лёгкость. Это первый элемент, воздух, это его тонкая вибрация. То есть, я вам не рассказывала, что это так, я вас лишь спрашивала, да, ну, рассказывая, как у меня. Вы все это говорите, что это есть у вас, это же не, вы же не с тетрадками, с конспектами сидите, вы просто из своих ощущений. Это ваш опыт, и он правильный, он честный, это ваш опыт. И ваш опыт говорит о том, что воздух это это, когда я с ним соприкасаюсь, в природе. Вот. А есть северо-западный сектор на моей квартире, там хорошо, если там окно, если нет, но мы какие-то добавляем элементы в виде вентиляторов, кондиционеров, да, что-то такое, что создает движение, там музыка ветра, еще что-то. Хотя бы часы. И эфир, эфир, самый тонкий элемент, тот, из которого все и зашли, все элементы, он находится в центре. В идеале, когда в нашем центральном секторе, он же Брамастан, нет никаких утяжеляющих элементов, типа мебели и стен, да, и не дай бог там туалетов, вот. То вот это чувство свободы, широты, внутреннее, оно естественным образом у вас проявляется, когда свободный эфир. И поэтому эфир, конечно, он должен быть легким, открытым, свободным однозначно, если нет возможности сносить стены, да, там у вас стен цвет, но хотя бы физически максимально освободить это пространство, чтобы вот это чувство широты, внутренней, вот этой свободы, так сказать, масштабности такой внутренней, оно проявилось, потому что в этом состоянии, в состоянии вот этой внутренней свободы, я же вообще по-другому живу. Я по-другому действую, я по-другому себя чувствую, понимаю себя и других, этот мир. Представляете? Вот это вот такое вот, вроде бы простое, но в то же время невозможно вас будет обмануть, если бы я вам говорила, что эфир это так-то, так-то, воздух так-то, так-то, а у вас этого нет, ну вы бы мне не поверили. А теперь представьте, что эта простая коррекция по первым элементам в нашем пространстве создаёт вот это здоровое вибрационное поле, что мы себя чувствуем реально, ну, не всегда это получают в идеальном варианте, но я бы сказала, что более свободными людьми и на психике, и на ментальном уровне, да, и на физике более свободными, нездоровыми. И вот это известное состояние здесь и сейчас, это как раз вот, ну, я так предполагаю, ну, когда я здесь и сейчас в контакте с собой настоящим, большим, всемогущим, всемогущим, да, наверное, правильно, масштабным, я большой, я всё могу, мне всё замечательно, я вдохновлённый, я радостный, я свободный, я устойчивый, тогда мне тепло, мне защищённо, тогда вы представляете, как становится жизнь на этом белом свете. А фактически это такая, ну, несложная коррекция по первым элементам, вот, она существует, как, ну, я её воспринимаю как одно из значимых, вот, сейчас на моём опыте, да, вот, девятый год я изучаю, науку ласту практикую. Ну, вот как-то так я хотела в простом варианте, донести до вас ценность первоэлементов, вот, и предложить вам именно относиться к новым знаниям с точки зрения внутренних ощущений и внешней логики, потому что, когда вы через себя это пропускаете, для вас открывается это новое знание, по-настоящему, ну, как сказать, на вашем внутри, внутри вашем, сердце, душе, есть всё знание и ваш личный опыт, и ваш личный опыт обязательно проявляется, вот, когда вы не верите на слово. Поэтому идея моя сегодня была предложить вам, пусть нас было немного, поразмышлять именно в этом ключе, «А как я воспринимаю этот мир? А как это для меня?» Ну, там Юлия Печёнкина что-то рассказывает, она, наверное, очень умная, там, да, у неё опыт какой-то, но, тем не менее, ну, а вдруг она заблуждается, а вдруг это её узкая картина мира? Вот именно из этих соображений я вам предложила сегодня поразмышлять. Конечно, на занятиях, на индивидуальных, конкретно сейчас пока пандемии, у меня групповых нет, ну, если только онлайн, вот, мы, конечно, вот это, ну, я стараюсь соприкоснуться с каждым сама и того, кто обучаю, с каждым новым знанием именно через физический, через физический, как сказать, контакт, через тонкий контакт. И если я не знаю, я нигде не могу найти этому подтверждение, я лично так живу, ну, стараюсь, может, не всегда получается, я, ну, не беру это пока что как истину для себя. Вот сегодня я постаралась вас с вашим личным опытом соприкоснуть, и, ну, и оказалось, что он на самом деле у нас с вами похож и похож, что первые элементы действительно имеют какую-то там вибрационную волну каждую, чистоту, что вот какие-то у нас похожие чувства вызывают, когда элемент, он гармоничный. И автоматически наоборот, да, когда они гармоничные, какие-то другие, более сжатые состояния, более такие скукоженные, менее радостные, да, и какие-то тёмные, там, холодные вот эти вот. Это тоже состояние, они тоже есть, мы не оцениваем плохо, хорошо, есть опыт, вам надо, вы это получаете. Но я всегда на консультации спрашиваю, ну, вам нормально, если вам нравится так жить, вы живите дальше, может быть, и не надо ничего корректировать. И когда мне говорят, нет-нет-нет, мы хотим что-то исправить, я говорю, ну, давайте, я вам покажу, как мы с вами вместе прочувствуем, а как это для вас. Ну, в общем-то, вот, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задайте, вроде бы, пока мне ещё не, не заканчивают эфир, может быть, там сколько-то осталось, минут, я, может быть, успею ответить, ответить на один-два вопроса. И пошу вас, пожалуйста, если не трудно, пишите, какие темы вам нужно осветить, я буду чаще выходить в эфиры, если вы меня ни о чём не просите, я вхожу в эфиры тогда, когда у меня внутри что-то, хоп, так назрело, и я бегу делиться, да, вот, не всегда у меня это получается во время эфира, конечно, но я буду рада, ну, какие-то темы освещать, какой-то вопрос, если один, два, три есть, напишите, или поделитесь, что-то было ценного для вас вообще, всё понятно, я очень рада, когда по-простому, оно действительно понятно. Вот, мне кажется, если бы сидели у нас сейчас здесь какие-нибудь первоклашки, или дети маленькие, они бы вообще всё поняли, может быть, они бы вас ту шастра не поняли, не выговорили, да, вас ту шастра какая-нибудь, да, там не выговорили, састра, как мой младший брат шутит, как там твоя вастро шастра поживает, но они бы поняли вот какие-то такие обычные человеческие моменты, которые мы все с вами чувствовали, ощущали. вопросы есть ещё, всё-таки, задам ещё раз запрос, и если есть возможность, ну, напишите, что что-то было ценным, если не успеем в эфире, буду рада обратной связи, в личку, тоже. Есть ещё время, немножечко у нас, в этот раз я уложилась, слава Богу, слава мне, слава вам, всем, нам. Ну, в общем, хорошо, если вопросов нету, я была рада с вами поделиться с моим простым, обычным, житейским опытом познания этого мира, через логику, через исследование, применяя, новое знание, примеряя на себе, и через очень важный, ценный, чувственный опыт, а как я это чувствую и ощущаю. Если внутри у меня это вызывает радость, я этим иду, делюсь. Вот, поэтому, вот, эта тема, она у меня вызывает радость, восхищение, я поэтому с вами и делюсь, психология пространства, в разных тематиках. И предлагаю, если вам понравилось, так же жить, так, возможно, это и есть про осознанность, а как это для вас, а как вы себя чувствуете, когда это так. Если вам некомфортно, и, ну, и вам хочется в этом побудь, просто побудьте в этом, не бегите, да. А если вам некомфортно, не хочется в этом побыть, ну, значит, ищите, как можно что-то изменить. Я, например, для себя выбрала науку, властую психологию пространства, именно с той точки зрения, что есть еще одно тело большое, на которое мне проще влиять, но которое имеет достаточно мощное влияние на меня. И мне очень нравится такой процесс взаимодействия по трансформации меня, и моей судьбы, и моего внутреннего мира. Мне нравится. Я вижу, как это работает у других. Была очень рада всех нас увидеть. Я желаю вам удачи. Если будет возможность, напишите в личку обратную связь, либо вопросы. Вдруг что-то до вас, ну, докатится еще. И очень буду благодарна, если будете писать тему. То есть я это с радостью любую тему раскрою, мне просто нужно их подсказывать. Ну что, завершаем эфир. Всем удачи, всех благодарю. До следующих встреч. Буду рада поделиться новыми идеями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok